Пришло в хадисе, как-то вышел пророк, салаллаху алейху ассалям, в один из дней в полдень, во время сильной жары, и встретил Абу Бакра с Сыдтихой, да будет довольным Аллах, он поприветствовал его салямом, тот ответил ему на салям, и сказал пророк, салаллаху алейху ассалям, что заставило тебя выйти в такой час, Абу Бакр, он сказал, голод у посланника Аллаха, голод у посланника Аллаха, не было в его доме ни еды, ни холодильников, ни заказов по телефону, не было в его доме еды, которая успокоит его жажду и голод, в такой полдень его вывел голод, и сказал неожиданно пророк, салаллаху алейху ассалям, клянусь тем, чем ради душа моя, меня заставило выйти то же самое, что и тебя, и это посланник Аллаха, господин всех людей, голод заставил выйти его из дома, кто из нас выходил из-за голода хотя бы в течении 10 лет, 20 лет, я сам, клянусь Аллахом, не выходил, никогда не выходил, десятки лет мы живем в изобилии еды и питья, посланник Аллаха, самый почтенный створение Аллаха, вышел голодным в полдень, не найдя еды в своем доме, кто-то из нас даже говорит такие вещи, мир в изобилии от еды и питья, даже для скота, который если пьет, есть еда, причисто Аллах, разве мы не должны благодарить Аллаха, не должны хвалить Аллаха, из людей есть такие, которые готовы продать свою честь за еду и питье, они готовы позориться ради еды и питья, есть те, кто куда-то отправляется и бросает свои души на пайку, ради еды и питья, хотя еда и питья сами идут к нам в дома, и мы не благодарим Аллаха, кроме как малое количество, вернемся к господину посланников Аллаха, он спрашивает Абу Бакр, что заставило выйти тебя, Абу Бакр, он сказал, голод у посланника Аллаха, голод у посланника Аллаха, он сказал, клянусь Аллахом, меня заставило выйти то же самое, что и тебя, даже посланник Аллаха, салаллаху алейкум, заставил выйти голод, и не было еды и в ее доме, и он отправился в путь дальше и встретил Омур ибнер Хаттаба, да будет довольным Аллах, он поприветствовал их обоим салямом, и они ответили ему на салям, и обратился пророк, салаллаху алейкум, что заставило увидеть тебя в такое время, он ответил, голод у посланника Аллаха, голод у посланника Аллаха, сказал пророк, салаллаху алейкум, клянусь тем, чьи дла не душа моя, нас заставило увидеть то же самое, что и тебя, и пошли вместе они, пока не дошли до сада, который принадлежит одному человеку из ансаров, то есть это были угодья сад, И там была его жена, но самого хозяина не было. И они сели под тендерево, и сказал пророку, где такой-то? Жена ответила, он отправился добавить для нас пресную воду. Муж ушел для того, чтобы принести пресную воду. Это не та вода, которая идет из города по крану. Не такая вода, которую мы включаем и выключаем днем и ночью, находясь в пустыне. Мы наслаждаемся и пользуемся водой, которой не могут пользоваться города, в которых моря, реки. Клянусь Аллахом, у нас чистая вода. Ты даже не найдешь такой воды в Египте, река, которая самая длинная в мире. И ты даже не найдешь такой воды в Ираке. Там вообще две реки, чистая вода. Мы пьем ее, моемся ею, используем для своих нужд. Не благодарим Аллаха. Разве мы не должны благодарить Аллаха? А вот этот человек, которого Аллах обогатил тем, чего нету посланника Аллаха и двух его сподвижников. И нету его воды, которая течет в его дом. Жена сказала, что он ушел принести для нас пресную воду. И вернулся этот человек и увидел, что у него гости. И кто же это в качестве гостей? Господин первых и последних, посланник, самый великий, это правдивющий ассаддид, Аумар Аль-Фарук, шахид. Этот человек сказал, сегодня у меня самые почетные гости. Они посетили меня. Его гости сам посланник Аллах, Абубакр и Аумар. Он подал им воды и дал им свежие финики. Потом он достал нож для того, чтобы зарезать овцу. И сказал ему пророк, салаллаху али-вассалям, только не режь дойную овцу. То есть не режь овцу, которая дает молоко, приносящую пользу твоей семье. Не режь дойную овцу. И он зарезал барашку, подготовил и угостил посланник Аллаха, салаллаху али-вассалям, и его двух сподвижников. Почему он не приготовил по-другому? Какой рис идет с этой бараниной? Что из специй было добавлено? Как красиво ее подали? Что из молочных напитков или просто напитков принесли? Нет, не было бы всего этого, клянусь Аллахом. Однако времена, Аллах знает лучше их положение. Времена недалеки. Они не имели того, что мы имеем сегодня. Однако он дал им баранину, когда же они поели, а превратился пророк, салаллаху али-вассалям. В тот день вы обязательно будете спрошены о благах. Это баранина, которую они ели, которую их угостили. И он сказал, вы непременно в тот день будете спрошены о благах. Тогда Умар спросил его, о посланник Аллах, и за это мы будем спрошены? Он сказал, клянусь тем, в чьей ладь душа моя, вы непременно в тот день будете спрошены о благах. А что же мы скажем, у раба Аллаха? Не останется ни одного из нас, кто не предстанет перед Аллахом в этот день. Не сдвинется нога человека, пока не будет спрошен о четырех вещах, о знаниях, как он его применил, о своей молодости, как он ее прожил. И о имуществе, то, чем владеет из имущества. Будет задано о нем два вопроса, то есть об имуществе. Как ты его заработал и на что ты его расходовал и тратил? Вернись к самому себе, о раба Аллаха. Откуда ты приобрел имущество и куда ты расходовал и тратил его? Если кого-нибудь из нас спросит, на что он потратил прибыль в этом месяце, тот придет в замешательство, скажет, я не знаю, я заплатил туда, заплатил за то, за это. Целый месяц ты сидишь под кондиционером и не знаешь, на что потратил свою зарплату. А как тогда, если Аллах всемогущий и великий соберет первых из нас и последних, и гнев могучего в тот день будет таким, подобие которого не было прежде, и не будет подобия его после? В день, продолжительность которого будет 50 тысяч лет. Он спросит нас о малом и большом, о каждом динарии и диргами, как ты его заработал и на что потратил? Клянусь Аллахом, мы находимся в убытке, кроме как если милость милости у нас не достигнет. Бойтесь Аллаху, рабы Аллаху. Посмотри на эти милости, блага, что эти блага являются испытанием, экзаменом. Аллах дал тебе все эти блага не потому, что ты заслужил это больше, чем другие, и не потому, что ты сын такого-то, и не потому, что ты из города такого-то. Нет, клянусь Аллахом, кроме которого нет другого достойного поклонения. Пророк, салаллаху али-васалям, а также правдивые посланники и сподвижники, были богобоязннее, чем мы. И ближе к Аллаху, и смирение страхом, у них не было того, чем владеем мы сегодня. Так почему же Аллах, всемогущий и великий, дал нам и не дал другим из нас испытание экзамена, и экзамен клянусь Аллахом? Испытание экзамена, сказал Аллах, всемогущий и великий, мы испытаем вас добром и злом ради искушения, и к нам вы будете возвращены. И сказал всевышний и великий, он создал жизнь и смерть для того, чтобы испытать вас, кто из вас будет лучше деяниями, и он всемогущественный, прощающий. Это великая милость, о которой сказал всемогущий и великий Аллах. Если вы попробуете сосчитать милости Аллаха, то вы не сможете пересчитать их. Поистине это испытание, экзамен, будем ли благодарны или нет, будем ли использовать эти милости в покорности Аллаху или в ослушании Аллаха. Клянусь Аллахом, мы будем спрошены об этом в судный день. Бойтесь Аллаха, насколько сможете.